друзья привет очередная серия не покупай гибрид пока не посмотришь это видео сегодня у нас программе honda inside это одна из немногих машин которая осталась про которую мы не сняли видео как делать на ней тошку не разговаривали про техническую часть этого гибридного автомобиля приехали гибрид сервис сейчас посмотрим пообщаемся с ребятами потому что этих машин очень много на дорогах россии не только владивосток а они очень популярны их до сих пор везут с японии хотя они уже не проходные покупают там 11 12 года вот очень популярный лифтбэк бюджетный лифтбэк до 600 тысяч рублей и есть что про него рассказать про техническую часть сейчас посмотрим из чего состоит этот малыш алексей привет я среди осталось очень мало машин которые мы еще не привозили к вам вот и мы забыли про такие автомобили как honda inside которые построены на базе фита гп-1 то есть это inside но если даже не можем фрит фит шаттл а фит шаттл точно фит шаттл 1.3 гибрид цепи отчасти фрит и фрит гп-3 то есть который полторашка но у него такая же 10 киловаттная гибридная установка и плюс вариант вариатор да все схоже очень но разница только как ага количестве алексей у нашего инсайда пробег 120 тысяч мотор 1.3 и будущие владельцы инсайтов которые нам звонят и говорят ребят я никогда не имел дело с этой машиной типа пробег больше сотки это окей для этой тачки потому что типа маленький мотор ну скажем смотри вообще из опыта сотка вообще как бы не предел ничего страшного думаю в этом нет тем более при должном обслуживании часто они приезжают с пробегом из a200 ну потому что машина уже некоторые модели в аудиостоке катаются чуть ли там не под 10 лет да и каких-то массовых проблем с мотором не наблюдается плюс надо не забывать что тоже гибрид батарейка помогает то есть он ведь 1 и 3 не насилует как допустим на обычное бензиновое машине и при своевременной замене масла там расходников он будет бегать спокойно еще долго но и пробег японский отличается от российского однозначно по результатам диагностики в принципе мы видим то что тут на honda выделен да прям коэффициент заедания дросселя 92 процента то есть его мы почистим смесь хорошая тут практически полон из-то грязный дроссель что практически в эталонная так скажем пропусков по цилиндрам тоже нет ну и батареечка и в принципе свойственно всем honda ровненько это вообще никаких отклонений нет на хондах актуальная вещь как обновление прошивок по блокам особенно это актуально для вот этих машин поколения которые не самое новое да то есть там даже фиты и везлы свежие периодически приезжают не обновленные но это как правило там четырнадцатые пятнадцатые года вот как статистика показывает 17 18 как правило уже обновлений нет здесь мы видим по трем системам то есть смотрим вот у нас система има батарейка текущая прошивка заканчивается на 40 система нам предлагает 60 то есть более свежую версию это первый момент второй момент это автомат cvt вариатор стоит 40 предлагает пятидесятую и по двигателю тоже есть обновление 40 есть 50 это все это мы сделаем естественно ну и на этих машинах если допустим требуется замена масла вариаторе то обязательно потом делается калибровка после этого я как человек который как только выходит обновление на айфоне я сразу скачу устанавливаю да там какие-то свежие там кнопки там что-то по батарейке они обещают чтобы работать принципе можно сравнить с этим да если кто кайфует от обновления добрать инсайду потому что здесь вообще все самое главное вариатор мотор и батарейка так ну чё приступим ребят я люблю смотреть наклейки которые наклеены на стойках японцы о замене масла клеят красивую наклейку пишут там пробег на котором было заменено и когда авто пользователю надо приехать на следующую замену масла и в японии это всегда 5000 на бензиновых автомобилях и 3000 на дизелях вот и здесь я такой открываю дверь смотрю 9000 я такой думаю да ладно такое потом включил переводчик и дата замена кондиционера вот наклеили наклеечку вот а по маслу у нас наклейка вот здесь такая вот красивая черно-золотая и здесь у нас 5000 5000 замена должна быть следующая вот то есть но у нас машина так как она проходит то у нас сейчас на этой съемке вот мы все сделаем поменяем масло вот и человек уже может клеить новую наклейку тут со свечами какая-то засада как все говорят владельцы вот этих инсайдов то что их много или они дорогие какие-то расскажи смотри не то что засада просто когда время приходит владельцу инсайда поменять свечи он покупая в россии это чаще чем японии на да он покупает грубо говоря два комплекта свечей потому что здесь четырехцилиндровый мотор две свечи в цилиндре то есть он покупает 8 штук свечи иридиевые здесь должны стоять да ну и соответственно здесь работа по замене чуть дороже нежели на приусе потому что задний ряд свечей расположен там по джабо ну и так просто к ним не подберешься сколько примерно свечки вот живут на нашем топливе в россии вообще но и по иридиевым вот этим моментом я думаю тысяч 80 они точно должны отбегать чё по жидкостям у нас вроде бы масс доволен на получается тормозная жидкость 1 процент содержания влаги это и обычно ну там начиная с двух замена обязательно но тут опять же можно обсудить если там клиент захочет можно и сразу сделать масло вариаторе чистенькая для сравнения оригинал насколько вот не оригинал допустим ну какой-нибудь бренд масляный который нам знаком по вывескам не будем называть какие-то бренды и стоят или даже на эту машину не скажу потому что с неоригиналом вообще никогда не связывались и принципе даже я не помню случаях чтобы клиент приезжал со своим неоригинальным то есть вот вариатор как-то ну народ либо просто забивает не меняет либо если уже заморачивается то привозит оригинал либо у нас слушай давай покажем как выглядит ведро оригинала чтобы принципе и четырехлитровая канистра в таком же исполнении тоже вот белоранжевая вот самая главная фонда hmmf ниже расшифровочка то есть серви инсайды фиты там на роботе без робота вот что нужно ли да ну в робот отольется нет а жидкость роботе dw1 мы это проговаривали то есть это именно вот этих годов производства вариатор это вариатор на жидко до до этой жидкости у них там была по моему z1 врать не буду вроде как hmmf ее перекрывает потому что та старая уже не выпускается машины есть но она ее перекрыли я понял алексей чем данные автомобили приезжают может по ходовой какие-то есть слабые места либо там ну что-то в этой машине хочу по ходовой тут одна большая проблема дороги наши так если серьезно сзади все просто 20 там привысе балка пружины а мортики правило ходит достаточно хорошо спереди тоже стандартный макферсон один рычаг ну бывают иногда как бы там разбиваются соленблоки в руки но это стандартные расходники алексей это батарея на инсайт да и это две батареи на инсайт вот одна лежит на одной это с крышкой с металлической здесь крышку сняли чтобы понятно было что и как вот она сзади в багажнике располагается внизу полики покажем на машине сбоку стоит у нее в бочине вентилятор который воздух забирает элементы здесь цилиндрические в виде бамбуков то есть такого обслуживания допустим как на приусах там в плане там попадание кто пыли окисление контактов тут ничего такого не требуется ага так вообще проблемные ли они то есть приезжают часто менять их там просадки ну то есть батарея умирает грубо говоря часто ли на этих стандартах смотри до недавнего времени вообще не помню что приезжали вот было за наверное за последние полгода пару случаев когда приезжали инсайды но такие там первых моделей прям явно не только с японии они были то есть беганный пробег там реально неизвестен ошибка звучала как потеря емкости батареи вот что-то такое то есть смотришь ее сканером она ровная у нее там нет вывалившихся банок и допустим когда приусу до конец приходит середина просела там разлет по элементам нет она просто видимо ввиду своей старости и того что она долго работает она просто емкость потеряла вся как бы планомерно ну то есть машина ездит при этом как бы ошибка периодически вылазит понятно что тут замена целиком только на контрактную ну это не поголовно я понял так обслуживание не требует нету каких-то контактов окисающихся такого как то вообще принято да там на двадцатки на тридцатки нет на сканере мы видим ее как мы ее охота поэлементно видим во первых то есть заряд они как правило ровненькие все вероятность купить конь инсайта сконченная батарейка если только грубо говоря вы встречаетесь в поле посмотрели визуально хозяин говорит да все окей тогда то есть лучше все равно заехать посканировать батарею я думаю что там до 150 тысяч там пробега с японии если он придет ну мало вероятно нарваться что же мы заливаем в этот мотор до стандарта вообще не удивлю 020 синтетику льем как большинство автомобилей все таки вот есть мнение вот что-то тоже разговор меня до сих пор спрашивают а что же джейсом было то есть почему мотор лед но общаемся там про масло вот я до сих пор не понимаю причину и все-таки у людей есть мнение что вот пробег больше сотки надо лить погуще все-таки вот как директор большого сервиса где приезжает очень много моделей с разными пробегами все-таки как относиться к подобному вопросу лить по каталогу без разницы какой пробег либо смотреть подъедает ли масло и что-то там уже играться с густотой я понял уже не раз это обсуждалось да мое личное мнение ну не только моё что пока двигатель работает как положено в заводских до параметрах допуска туда отдалить то что доктор прописал то что написано в каталоге на самом деле часто свежие фонды вообще там играются вообще с жидкими маслами чуть ли не буду там 0 16 0 7 с половиной ну под наш климат особенно летней жарки и наши рельефы и не рекомендую это масса то есть 0 20 алексей наш бюджетный лифтбэк бюджетен ли по стоимости замен всяких ты ошек но опять же его можно сравнить с большинством от машин с которым мы сегодня сравнивали в этом процессе даже с тем же приус у него бюджет там примерно такой же смотри ну вот данное то обошлось по шесть с половиной тысяч рублей это вместе с чисткой дросселя там замена масла дроссель фильтра верка свечей да то есть если мы допустим ну такую вещь как чистку дросселя уберем потому что она делается не каждый раз естественно при замене масла то там чуть больше 4000 рублей масла со всеми фильтрами бюджет синтетика ребята кто любит экономить они конечно могут поискать бренд масла подешевле еще на этом сэкономить там объем заливки небольшой ну я бы не рекомендовал лучше сюда лить хорошую синтетику вязкостью 020 так то есть расходы еще какие возможные по технической части то есть это грубо говоря 10к это замена свечей чем мы проговорили сегодня да уже там раз где-то 80 тысяч да и по жидкости вариатор если делать полную замену с двумя фильтрами там с прокладкой ну все как положено потом порядка 14 тысяч рублей обойдется с оригинальным маслом это 30-40 тысяч на нога прокатать ну то есть раз в год в полтора некоторые мод люди кто ездит на хондах они бывают сокращают чуть-чуть этот интервал замены но делают через раз частичную замену полную частично полно то есть без замены фильтров через раз слил залил но на следующий следующим этапом делают с заменой фильтров но в плане цен эта тачка тоже вот такая потому что 4 300 замена масла фильтров это очень хорошая стоимость для автомобиля еще который сейчас ну такой до 600 тысяч это очень популярная машина большой лифтбэк много места все же к себе спасибо за информацию она будет полезна всем хондоводам друзья ну что инсайт порадовал не зря у него такие продажи высокие и на вторичном рынке внутри россии их везут до сих пор с японии потому что бюджетно по общей стоимости покупки технически надежно расход небольшой есть гибрид какие-то запчасти все дешевое ничего не ломается ну нету каких-то болячек в общем хонды красавчики вот в общем какой можно сделать вот то есть если у вас до 600 тысяч рублей бюджет на автомобиль и вы не хотите себе покупать какие-то очень старые большие автомобили там года 2003 4 а хотите что-то свежее с японии и не хотите кей-кар вот люди выбирают себе honda freed подороже все таки стоят люди покупают вот инсайда и honda fit shuttle вот 1 3 мотор гибрид вариатор техничку мы только что разобрали удостоверились то что можно отправлять в любой регион и эта машина будет себя прекрасно чувствовать что в якутии что в краснодаре вот ребят если у вас был опыт владения данной технической связки инсайдом gp1 фитом либо honda fit shuttle обязательно ждем вас внизу расскажите ваш опыт что было что ломалось что не ломалось либо вы хотите прикупить эту машину то напишите почему в общем жду вас в коментах поставьте лайк подписка на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокар вашим